Вот сейчас решили бороться с колорадским жуком. Володя достал дёготь бутылёк какой-то на 10 литров. Я заходил в интернет и там один из методов борьбы с жуком посоветовали 100 грамм дёгтя на 10 литров воды. Давай попробуй. А то мы считали водку сажать надо, чтобы только не умерли, а потом выпускать. Они тогда бегут бояться алкоголиком стать. Ну это быстрее чем тяпать. Так тебе надо подряд всю картошку так. Ну конечно. Ничего себе. Они же кругом сидят такие жуки-то. Давай неси на следующее. Ууу, везде жуки, везде. Куда ни посмотри, везде жуки. А здесь-то ещё нормально, тут. Там больше есть? Тут мы собираем, более-менее ходим, а там вообще в конце пойдёмте я покажу вам. Одни бодели уже стоят. Да ты что. Конечно. Я иду, а сапоги рваные. Вся пыль в них попадает. Вон они у меня такие. Сапоги. Это сапоги. Носок вырываются с этой стороны. А ещё такие ношу. Они просторные, мне в них удобно. Володя покоя не имеет из-за этих жуков. Пошёл на самый опасный участок. Вот протяпали тут. Поокучивали. Вот, заснимите. Ууу, всё съели, ботвы-то нету. И потом они, листья съедают, ещё и ботву потом начинает есть. И потом куда они? Стебель тоже доедают. А стой-ка я тебя комара убью, кровь. Давай. И стебель доедают. Да, вот он доедает, ещё и стебель там едят вон и сидят. Давай. Господи, благослови их на смерть. Надо всё, конечно. Что делать? Надо всю картошку-то обрызгивать. Ну, не знаю. Ты вот отсюда начни, откуда они доедают. Вот. Так неужели он это... Как он? Уходит или дохнет? А он что-то даже не знаю. Ну, так вот, это-то и главное. А то, что он уйдёт с одного поля на другое, так это... Ты смотри, голые стоят. Уууууу... Я и не видел. Я почему и переживаю за огород? Видите, что творится-то у нас? Так у нас ничего картошки-то и не будет нынче. Как и завезли же вот такого вредного жука. я вручную собирал уже такую банку насобирал большую их надо регулярно собирать его не собрать их миллион тут говорят цесарок заведите а цесарки были они их не едят я сегодня в интернете читал там написано что можно этих когда курицы начинают подрастать вот в этот момент подмешивать в пищу вот этих жуков и они потом их привыкают и потом выпустить сначала заведите сарок ни одной нету как только разговор идет. Вот оно что. Ой-ой-ой. Все объедено. Ой-ой-ой. Вот они стоят, картошка. Это у нас тут потеряевки. Никогда такого не видал. Вот они стоят. Ни одного листика нет. А внизу это сорняк растет. Не знаю там. Все объедено. Ой-ой-ой. И при том еще, Игнатьевич, мы с вами как-то один ролик смотрели. Там женщина выступала. Она говорит, что вечером, когда уже поздно, они в землю уходят, а утром вылазят. Вот я посмотрел специально на наш мотор. Может надо утром грызать? Я утром вышел специально по росе. Смотрю, они как сидят, так и сидели на кусте. То есть не уходят. Я их начинаю собирать. Вот сейчас их начни собирать, они из этой емкости вылазят. Я из тазика, там из ведра. А утром они как бы как это, как сказать. Ну давай, брызгай скорее. А утром они как мертвые лежат. Почему? Видимо, им солнца не хватает и они заморожены. А-а-а. То есть зябнут. Зябнут, да. Утром самое такое. Она говорит, что надо сейчас в полдень собирать. А я понял, что надо утром собирать. А они тогда из емкости не вылазят. Ну так ты выступи в интернете-то. Ну ты как выступишь, когда у тебя все съели-то? Ты скажет, учитель-то от худого. Да я просто рассказываю, как говорят. Да ты что говоришь-то? Ты делаешь? Ой-ой-ой, и тут все съели. Я-то о чем вам постоянно говорил? Ну постоянно, я думал, листик один там съели. Ну конечно, один листик, здесь и листик. Какой листик? Да вот она стоит. Еще нету, даже буделек съедает. Я из этого тревогу то и бью, что все съедает. Ой-ой-ой. А то, что матушка способ говорил, это до того, как личинки появились. А сейчас уже поздно его этот способ. Так брызгать поздно уже? Нет, она там другой совет давала. Ну давай ты ту дыру. Иди на два ряда брызгай, на тот на другой. Так я что-то не вижу реакции. Это сегодня мы 12 июля. Это сейчас время-то уже шесть вечера. Да почему седьмой уже? Седьмой уже. Уже около семи. Около семи? Да. Ну мы в пол восьмого уже сегодня собрались. Вот он здесь. Дяконная крыша. Рядом. А там дальше крыша видать батюшкина. А еще дальше рядом храм. Храм-купол. Какая неприятность. Жуки сидят. Вон он вообще стоит голый. Ну что там говорить? Она хорошая. Главное не одного листочка, а он все равно сидит и жует. Вот тоже сидит и жует. То есть сам стебель доедает. Ого-го! Сожрали весь огород. Тут еще и нету. Здесь надо просто толпой прийти и пособирать хоть какую-то часть ее собрать. Убрать. Тебе это ведро ненадолго хватит. Ну конечно. Но хотя попробовать. Ну давай вот это вот. А что тут пробовать когда съели-то? Надо на хороших, а этой саро уже съели. По крайней мере может подохнут или еще что-нибудь. Ну давай. А как ты узнаешь, что прошел эти ряды? Как-то ногами борозди или как? Ну можно запомнить что-нибудь. Приметы какие-нибудь. Да. Ну у них какую-то надо придумать такое лекарство ядовитое. Чтоб погибали. Ты много не брызгай. Химию то используют, а не погибают. Тут надо как-то подставлять что-то, чтобы лишнее на землю не падало. А у тебя куда попало она летит. У-у-у. У тебя это все кончится быстро. Так она и на земле хорошо. А? На земле-то пускай тоже лежит. А не хоть подходите. Да ладно. Ты рядом иди. Ты из ведра вытаскиваешь, а потом к этому и уже мимо идет. По многу не надо. Рядом. А если помолиться о них, чтобы Господь сам разобрался. С ними. Так написано. Я считал у пророка. Еще, говорит, жуки там черви не доедят. Там другие. Где-то их же не было. Завезли нечаянно. Буделек просто стоит. Еще и нет. Мы один раз работали за барабашом, когда у нас в поле с картошкой там было. И там Ваня Дробов увидел, как кузнец саранча ест вот этого колорадского жука. Он только с головы прямо начинает и ест его. Ну одного там съела. Одного съела, да. Вот тоже он. Он все съедает. Интересно. Вот он голый стебель и он сидит и ест. Что же делать-то? Я приходил с тазиком собирал. Буквально с полчаса уже там 800 литра набирается вот этих жуков. 800 чего? Грамм. Грамм. Ой-ой-ой. Их миллион. Тут ничего не сделать, не соберешь. Надо как-то научиться так, чем-то обхватывать его там, материи какой-нибудь. И ударяться, чтобы они падали, а потом стряхивать. Сейчас я покажу вам способ. Да сейчас не надо показывать. Нет, давайте я быстро сбегаю. Я сейчас тазик принесу сейчас. Нет, ты меня не понял. Материю какую-нибудь возьми, тряпку вокруг. Тряпку возьми большую. Быстро бегает. Видишь, как он дружно руками машет. Вскрылся. Да. Светет вот один куст картошки. А один, ну я не знаю сколько на сколько. В ряду-то здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятьнадцать. Тридцать, сорок, шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят на шестьдесят. Три тысячи шестьсот кустов. Это уже погублено. Примерно. Вот они подошли. Сидят, все съели куст. Ой-ой-ой, жалко-то как. Сколько труда пропало. Вот матушка Людмила научила вот так собирать. Вот она. Подходишь. Часть конечно падает, но большая часть здесь находится. Ну там мимо-то сколько их падает. Да, это есть, но потом можно еще раз пройти будет. Ну вот так это годится все же. А рукой-то по одному собирать так тут. Конечно. Вот видите сколько уже. Вот. Так этих тазиков-то надо нам штук десять взять. Вот я прощегру, что толпой прийти и все собрать. Ну так ты ни разу не говорил про тазики-то. Так мы на другие работы уходили. Ну да. Видите, вон уже сколько. Ну да, давай. А что в тазики-то там земля или что? Нет, а отходы от них остаются. От них? Да. Они то ли серят, то ли что-то такое. Ты вот это не гляди сколько бьешь. Она не сидят все. Она как земля остается. Ну-ка давай. Вот тут-то это можно набрать. Летят мимо. Они потом поднимутся еще раз. Еще раз можно будет пройти. Основную часть-то я собираю все равно. Ну да. А материя тогда тут не поможет. Конечно не поможет она. А так очень быстро. Матушка где-то вообще где-то с собой ванну таскала и ванну собирала где-то. Ванну так и надо ванну взять на 2 куста сразу. Так у нас ванну то есть. А ванну потом еще промыл да и все. О, видите как быстро прибывает. Ну да. Единственное тут минус. Поясница устает. Постоянно в наклонку. Так их надо отсюда с тазик это куда-то. А ведро с водой они вылезут? Вылазят. Некоторые вылазят. Из воды да? Да. Из воды вылазят. Это надо что-то типа солярки что-нибудь такое. Ну которые... Или вот деготь. Деготь. Ну деготь на них таратить еще. Это жирно в общем. Ну все тогда я пошел. Вот так вот было. Мне наклонившись нельзя совершенно. Вот в том то и дело. Я не работник. Еще советуют веничек делать веничком чтоб не наклоняться. Ну нет это не пойдет. Ты правильно делаешь. Вот они рядом. Будельки. Смотрите сколько уже. Одни будельки. Прошло то минут может пять с чем-то. Возьми на солнышко сожди. Вот так вот. Вот насколько видите их. Ну да. И они постоянно вылазят. А утром они как заморожены. Они лежат как ведро. Сейчас что-то придумать надо в какое-то ведро или куда закрывать их. У меня ведро то есть. Я уже там в ведре в 12 литров набрал вот такую толщину его уже. Ой ой ой. За два дня. За два дня. У меня свободная минутка. Я забегаю, собираю и вот такое уже. Так надо что-то делать же. Вот оно. Гляди. Мы можем завтра сюда прийти толпой и... Толпой. Ну тут маленько хоть спасибо картошке то. Конечно. Видите смотрите вообще ужас что творить. Ужас какой. Мы же тут одно время. Вот видите. А на единственный минус еще вот этот ломается иногда. А то из-за того что она уже хрупкая становится. Ну еще теперь. Мы же один год то почему поменяли этот огород. То что здесь жуки все заели тоже. Ну да. Там то начал барабашей то садить. За барабашами. Ну тогда что. Брызгать его дегтем то не будешь. Да почему побрызгаю еще. Ну лучше то вот этот результат конечно. Это конечно. Так живьем забрал. А там что может быть он только уходит куда. Ну да. Куда он пойдет. Там побрызгает он заносит. А вот если бы ванну ты взял бы. А я бы ползком на мешках. Можно и так. Разница. Так у нас есть кого то взять то. Надо тазиков набрать больше. Пойдем. Тазиков 10 набрать. А куда их складывать. Ну надо емкости хорошие. Тоже. Тут будет не одно ведро их. Ну да. Охо жуки жуки. Они нас обижают. А. Обижают. сильно вообще. Вот тут уже нету. Почему. Вот. Они постоянно вылазят. Кто вперед. Скалолазы. Раз побил их. Вот дальше. Видите. Куст почти чистый. Ну да. Ладно я пошел. Всё с богом ага. Сейчас на ужин уже. Давай на ужин. а дальше виден пруд этот лагерный где были карпы нынче не купили дорого показалось